Здравствуйте! С вами программа «Делай деньги» и я Александр Колесниченко. Компания получила в 1934 году от словосочетания «Leg Got» – «играть хорошо» на датском. Прообраз знаменитого конструктора Лего появился в 1949 году, когда фирма начала выпуск автоматически соединяющихся брусочков с четырьмя или восемью выступами. Через несколько лет эти игрушки стали очень популярными и назывались в народе кубики Лего. Современную систему крепления кубиков запатентовали в 1958 году, а вскоре компания начала добавлять кубикам дополнительные элементы. Узнаваемый во всем мире логотип Лего появился в 1973 году. Лего выпускает продукцию для детей самых разных возрастов, и даже взрослые с удовольствием занимаются складыванием не таких уже примитивных кубиков. Самая знаменитая серия Лего так и называется – Лего или Лего Систем. Она представлена множеством серий – город, замок, космос, пираты. Выпускается серия для маленьких детей – Дуплоу, и для самых маленьких – Приму. В 2000 году Британская ассоциация продавцов игрушек назвала кирпичик Лего самой значимой игрушкой 20 века, а в 2014 году компания Лего Групп стала мировым лидером по производству игрушек. Фактичною вважається перевірка, яка проводиться за місцем фактичного провадження платника податків діяльності, господарских або інших об'єктів права власності такого платника. Межбюджетні трансферти – це кошти, які передаються з одного бюджету до іншого на безоплатній та безповоротній основі. В главной темі сегодняшнього выпуска говоримо о аграрному бізнесі в Україні. У нас в гостях Евгений Третьяков. Здравствуйте, Евгений. Евгений, вот сами представьтесь. Третьяков Евгений Андреевич, генеральный директор частного аграрного районного предприятия «Промень» Красноградский район Харьковской области. Работаем в сельском хозяйстве, как хозяйство «Промень» уже порядка 16 лет, как бывший колхоз уже порядка 37 лет. Евгений, успешное предприятие – это, наверное, все-таки личность. Как раньше нас учили, роль личности в истории никто не отменял. Вот скажите, так сказать, ваш путь до директора одного из ведущих предприятий Харьковской области, одного из лидирующих в этой области. Как вы пришли вот к этому вопросу? К этому вопросу я пришел в 2009 году, когда приехал к деду и сказал, что готов продолжать его дело. Меня задал вопрос, не сошел ли я с ума и что ты делаешь. Я сказал, что я впервые, наверное, в жизни принял настолько важное для себя решение, которое могло не только охарактеризовать мое понятие и дальнейшее построение своей собственной жизнью, но и ответственность за то дело, которым занимался дед. Вы назвали деда, кто вожден? Почетный гражданин города Харькова и Харьковской области, почетный гражданин города Краснограда и Красноградского района. Ну, как я уже повторюсь, герой Украины. 36 лет он занимал пост директора этого хозяйства. Начиная от председателя колхоза и заканчивая генеральным директором. То есть был 2009 год, я приехал к деду и сказал о том, что я с женой и дочерью переезжаю в село и хочу заниматься и продолжать твое дело. Генеральным директором предприятия я сейчас уже два года, скоро пойдет третий. Четыре года я был заместителем генерального директора. Он занимался вопросами реализации нашей продукции. Что могу сказать на сегодня? Конечно, личные качества руководителя это очень много значит. Так как есть даже хорошая поговорка. Сумел организовать трех и три тысячи справишься. То есть вопрос не в этом. Вопрос состоит в том, что все-таки рядом же с руководителем огромный круг людей. Это в первую очередь круг специалистов. То есть это как ферзишно называется, которые руководят непосредственно пирамидально в дальнейшем всем хозяйством. То есть учишься чему-то у них, всегда учишься. И они учатся у тебя. То есть это процесс, который постоянно связан, это движение по кругу. Но самое главное, чтобы движение по кругу было в одну сторону. То есть две стрелки не могут соприкасаться. Они должны догонять друг друга. Поэтому я могу сказать, что личные качества руководителя это непосредственно для его общения с окружающим миром и внутри, как авторитет. А содержание все-таки более важно непосредственных руководителей на местах. То есть взаимодействие с ними дает возможность, в первую очередь, грамотно регулировать отношения всего остального персонала на местах. Вы сказали, что хороший руководитель всегда учится. Вы учитесь? Я учусь, да. Можно поподробнее, так сказать, вот за эти годы, так сказать, чему учимся? Какие-то институты? Институтов я закончил достаточно. Многие могут подумать о том, что копят дипломы. Нет, не коплю на самом деле. Дипломы в достаточной мере есть по разным специальностям. То есть есть диплом как инженера-гидрографа. Это первое профильное образование. Второе профильное образование – это экономика управления предприятием. Третье – это технолог по переработке сельскохозяйственной продукции. И на сегодня пытаюсь писать диссертацию по хозяйственному праву. Евгений, вы производитель настоящего молока. Скажите, как нам распознать настоящее молоко? Ну, во-первых, нужно покупать то молоко, которое вы знаете, где оно произведено. Для нас на сегодня нет такой проблемы, чтобы это узнать. То есть сегодня мы знаем и понимаем, где у нас есть крупно-рогатный скот. Мы знаем, где у нас есть молочно-товарные фермы. Мы знаем своих переработчиков, ну, в принципе, по брендам. Но, опять же, бренды есть наши областные, есть бренды других областей, которые представлены на рынке. То есть на сегодня выбор как таковой есть. Вы производите качественное молоко. Кого мы его сдаёте? Нам удобнее в любом случае транспортировать своё молоко, перевозить в Непритровскую область. Перерабатывает его компания «Злагода», комбинат Приднепровский. То есть мы знаем о том, что в вале продукции этого предприятия присутствует порядка 17 тонн ежесуточной нашей продукции. То есть мы гарантируем для себя лично, приятно заметить, что в этой продукции присутствует наше молоко, которое является европейского качества. А правда, что в вашем хозяйстве есть банкомат? Банкомат у нас есть, и это очень удобно. Многие удивляются, что он есть. Многие спрашивают, зачем это нужно. То есть я могу сказать, что это удобство, в первую очередь, так как им пользуются не только работники предприятия. Этим банкоматом теперь пользуются все желающие, кто даже имеет счета в других банках, кто имеет возможность не ехать в районный центр за 25 километров, а снимать деньги непосредственно в селе. Люди живут по-разному. Кто относится к бизнесу как к месту жительства, или как к бизнесу, или работая на этот бизнес. Как люди у вас живут? Они чувствуют уверенность в завтрашнем дне? Чувствовать уверенность в завтрашнем дне можно только тогда, когда ты имеешь стабильную работу, стабильный заработок, стабильные условия социального страхования в том числе. В нашем предприятии эта практика серьезно развита. То есть средняя зарплата по хозяйству это порядка 4 тысяч гривен. Для сельской местности на сегодня, даже в этих условиях, это неплохая зарплата. То есть если говорить о количестве персонала, это 250 человек. Ну доярки у вас еще больше? Доярка у нас получают 8 тысяч гривен. Это самый главный человек на ферме. Два года назад была поставлена задача увеличить поголовье молочного стада. На сегодня мы на 50% выполнили эту задачу за 2 года. Молочный стадо это коровы? Да, это конкретно лактирующие животные. Слово лактирующие наши зрители могут не понять. Дойные. Да, дойные. То есть коровы, которые дольят, которые дают молоко. Да, да, да. Это лактирующие коровы. Еще кроме коров у вас? У нас свиньи, быки на откорме. То есть мы опять же понимаем, что мы производим натуральное мясо. Я знаю там в Красном Куте, Глобовское хозяйство, и у них есть такое, что человек может приехать, купить эти яблоки, то есть прямо от производителя. У вас это практикуется? Какие цены у вас в магазине? У нас это практикуется на территории нашей деятельности и в районе. Есть четыре наших магазина, в которых можно купить любую нашу продукцию, которую мы производим. В основном это продукция переработки своими силами, которые мы можем позволить в хозяйстве. То есть это мука, это крупы, это рыба, это мясо, сало, сахар. То есть то, что мы производим. То есть вы производите весь продуктовый набор? Практически да. То есть у нас своя хлебопекарня, то есть хлеб мы печем свой. Стоит у нас по себестоимости, мы его сегодня реализуем. То есть у нас своя макаронная, так назвать ее фабрика, не назвать, но макаронный цех. То есть свои макароны. То есть опять же мы понимаем, что своя гороховая крупа, своя гречневая крупа. То есть в принципе то, что представлено в супермаркетах, оно в наших магазинах представлено. То есть человек, зайдя в магазин, может купить себе все первое необходимое, что ему нужно. А по ценам как? Цены ниже среднего. Я же повторил о том, что на сегодня хлеб мы продаем по себестоимости, так как мы поддерживаем своего сельского жителя, так как там не только 250 работников, там еще есть пенсионеры, социально незащищенные слои населения. То есть они должны чувствовать уверенность, что они кто-то думает. Так как они являются, даже если не работая у нас или будучи пенсионерами, они являются нашими пайщиками. А пайщик это наша перспектива в бизнесе. То есть пока он с нами, мы имеем право и возможность ставить себе планы на то время аренды его земельного пая. Вот немного поговорив о людях и поняв, что кому на земле живется хорошо, наверное, вот у таких руководителей, как вы. А если шире брать в масштабах Украины, как вы видите перспективы развития аграрного бизнеса в рамках всей Украины? В масштабе государства я считаю, что уже, наверное, пора обратить внимание не только на количественную составляющую сегодняшнего нашего зернового вала, но и на качественную. Если мы говорим о том, что мы готовы конкурировать с европейскими продуктами, значит мы должны что-то это делать здесь, внутри своего государства, в первую очередь, что-то менять. Менять нужно в первую очередь, самое главное, это отношение к земле. То есть земля, которая не получает органики, она истощается с каждым годом все больше и больше. То есть когда мы ставим задачу получить больше урожая, то есть мы, соответственно, применяем больше удобрений. На сегодня удобрение это стало практически вот в этом году не то, что сложно, а архи сложно запастись ими, так как цены, они гораздо выше, чем были в предыдущие года. Но опять же, в этом бизнесе его нельзя продать, его можно продать физически, но его нельзя продавать духовно, это наше будущее. Земля, она дана нам Богом, дана нам для того, чтобы мы выращивали на ней не только еду, мы выращивали свое будущее поколение, за следующим поколением следующее. И оно должно быть здоровым. Для того, чтобы оно было здоровым, оно должно есть качественную пищу, которая выращена в нашем государстве, на нашей земле. Спасибо, Евгений, у нас получилась интересная, содержательная беседа. У нас в гостях был Евгений Третьяков. Мы продолжаем. Украшения для свадебного торжества – на прокат. Если подойти к этому бизнесу творчески, то даже новичок не прогорит. Этот бизнес требует не только стартового капитала, но и хорошего вкуса. Ведь просто купить необходимые вещи для того, чтобы сдавать их на прокат, недостаточно. Надо их правильно подобрать, чтобы создать своеобразный ансамбль. Свадебные украшения могут быть как ручной работы, так и купленными на рынке. В первом случае услуги по их прокату, конечно же, будут значительно дороже. Чтобы бизнес приносил максимальную прибыль, можно заключить договора о сотрудничестве с компаниями, сдающими на прокат, например, свадебные автомобили или помещения. Они будут за определенный процент делиться клиентами. Сейчас очень модными стали выездные церемонии, которые требуют наличия очень многих предметов декора. И они непременно должны быть у того, кто занимается украшением свадебных торжеств. Стандартный набор для предпринимателей-новичков в сфере свадебных украшений на прокат. Это украшения на машину, декор для зала, разнообразные вещи для конкурсов, арка для выездной церемонии. Бюджетная классификация Бюджетная классификация – это единственный систематизированный сгруппирование видатков, доходов, кредитирования и финансирование бюджета, борга, соответственно, законодательства Украины и международных стандартов. Пиня – это сумма костей в виде 9% нарахованных на сумму грешевых обязаний, не сплаченных установленных законодательством строки. Медицинский робот-курьер 25 роботов-курьеров появилось в одной из больниц Сан-Франциска в Америке. Имя им – ТАГЗ. Роботы-курьеры похожи на пластиковые тумбочки на колесиках. И созданы они для того, чтобы исполнять рутинную работу, которую можно автоматизировать. Роботы развозят по больнице медикаменты, документы и еду. Туры для интровертов Большинство туроператоров делают ставку на динамичные туры, позволяющие увидеть много достопримечательностей за короткий срок. Интроверты – люди, замкнутые и любящие размеренность, не всегда осмеливаются поехать в подобные путешествия. Американская компания Sacred Introvert организовала бизнес специально для интровертов. За 10 дней участники посетят города юго-восточной Англии. В тур войдет знакомство с мистическими и историческими достопримечательностями, такими как Стоунхендж или каменный колодец чаши – Чейзвелл, а также расслабляющие дневные туры к средневековым церквям и римским баням, занятия йогой и вечерние развлечения, среди которых ночные прогулки с факелами и посиделки у костров. Лиза Эйкбери, которая сама себя считает интровертом, основала эту туристическую компанию, чтобы дать возможность более замкнутым и сосредоточенным людям путешествовать в кругу себе подобных. Один мастер рассказывал, что любая вещь может чему-нибудь научить человека. На что его спросили, «А разве могут чему-то научить человека такие вещи, как, например, телефон, поезд или телеграф?» Мастер ответил, «Телефон учит тому, что все сказанное человеком может быть услышано очень далеко. Поезд помогает понять, что опоздав всего на минуту, можно опоздать на совсем. Телеграф учит тому, что за каждое слово нужно быть готовым заплатить». В следующем выпуске программы мы продолжим разговор об аграрном бизнесе в Украине. Вас ждут интересные новости из мира бизнеса и идеи, как начать собственное дело. Мудрые притчи от Владимира Давыдова и финансовый глоссарий от партнера программы Харьковского института финансов. «Делай деньги» с Александром Колесниченко. Программа для успешных людей. С вами была программа «Делай деньги» с Александром Колесниченко. Время принадлежит вам, а не вы времени. Оставайтесь с нами. Удачи!